...связанная с Грушинским фестивалем. Мне кажется, что я рассказывал эту историю, но надо, наверное, рассказать еще раз, да? Ну, в общем, такая получилась штука. Мы приехали на Грушинский фестиваль с ребятами, с проектом Гитарины, Сашей Савиным, такой компанией, значит, и... Приехали мы туда выступать на сценах этого фестиваля. Кто не был, скажу, что это самый большой в мире фестиваль авторской песни, там около 18 или 20 сцен, и везде очень много людей, то есть там можно выступать и выступать, что называется. И мы, собственно, приехали вот с такими концертами, но очень уж нам захотелось выступить на главной сцене Грушинского фестиваля, это сцена гитара, которая, собственно, расположена перед горой. Это такой, как бы, ну, грубо говоря, сцена в виде такого понтона на воде, в виде гитары, вот. И выступить там можно было только в нескольких случаях. Либо это ты, значит, какой-то заслуженный там супер какой-то гость и там мэтр, вот. Либо ты проходишь конкурс весь, побеждаешь там и становишься каким-то лауреатом, дипломантом, там, то, сё, и поёшь в финальном галоконцерте, вот. И перед тобой там сидит 10 тысяч человек, там, условно, на горе все, вот, там, с фонариками. Ну, короче, очень круто, вот. И мы такие, блин, надо тоже нам там спеть, ну, а как бы, как спеть, только надо в конкурс идти и всё, понимаете, вот. Да, а чтобы идти в конкурс, нужно, ну, у вас же тут тоже проходит фестиваль, вы знаете, что надо, помимо того, что спеть песню, ещё и текст песен написать или, там, распечатать, чтобы члены жюри могли визуально, так сказать, оценить художественные, так сказать, твои заслуги, вот, прочитать и всё такое. И, значит, я что-то с утра проснулся, когда нам уже идти в этот конкурс, и Виталий Григорьевич тоже, он собирался идти, он, значит, там, что-то, и, ну, короче, я текст своей песни написал на листочке, какими-то там, вот, этими каракулями, знаете, как сейчас, но всё-таки надо тоже быть справедливыми, с появлением вот всех этих гаджетов, компьютеров, наш почерк, он, в общем-то, ну, мягко говоря, стал... Надо писать от руки, просто, да, прочее, да. Стало очень, да, у меня, кстати, был неплохой почерк в школе, не каллиграфический, но такой, в общем, нормальный, да. И тут я что-то сижу, коряк, уже третий день фестиваля, мы уже, естественно, там что-то, ну, короче, помятые очень сильно, да. И я, в общем, кое-как там написал этот текст, смотрю, думаю, блин, ну, капец, конечно, да. А Виталий Григорьевич такой подходит, и у него, значит, текст его песни распечатан на листочке, прям, в таком, жёлтем, вот, красивом, я думаю, блин, вот это да. И говорит, слушай, ну, я понимаю, что я сейчас после него просто подойду, подам свою вот эту вот каракулю, и мне скажут, нет, сразу, сразу, нет, всё. Я говорю, слушай, распечатай мне, пожалуйста, текст песни. Он говорит, ну, давай, как... А у него Макбуб был с собой, и он, например, где-то принтер там нашёл на какой-то сцене. Я говорю, ну, давай мне, наверное, вот, надо же самую лучшую песню, типа, выбрать. Я говорю, вот, наверное, смерть глотает блесну я спою. Он говорит, ну, окей, давай, всё, распечатаю, значит, тебе. И я что-то пошёл там переодеваться, переоделся, всё, возвращаюсь к нему, и он мне даёт листик, а там напечатан вообще другой текст, вообще другой песни. Моей, но другой. Я говорю, чувак, ну, как ты, блин, это мог так ошибиться? Он, блин, я вот сюда... А он не специально как бы это сделал, то есть... А дело в том, что в этой песне упоминался просто... И упоминался его родной город, Борис, и он эту песню пел уже на концертах, и оно, ну, как-то заклинило её, и что надо именно её как бы распечатать. Вот, и он это сделал. Но я такой смотрю, думаю, блин, ну, может быть, это какой-то знак судьбы просто, и не надо уже тут сильно ничего выдумывать. И думаю, ну, пусть будет как есть, всё, буду, значит, эту песню петь. И пошёл в конкурс, спел эту песню, и с лёгкой руки Виталия Григорьевича Каменюченко стал лауреатом Грушинского фестиваля. Вот так просто. Так что, друзья, если вам кто-то будет говорить, что сейчас вот... Вот что значит, понимаете, что значит директор, понимаете, вот продюсер, вот что значит. Понимаете, когда человек умеет вот это вот раз зерно найти, оп, всё. Так что, если вам кто-то будет говорить, что вот всё это шоу-бизнес через постель, то как бы нет, это всё в прошлом. Сейчас это через принтер делается. Всё намного быстрее, как бы, оперативней не надо, никаких постель, всё, достаточно принтера, и всё, и вот, и пожалуйста, и вы уже в шоу-бизнесе. Вот такие вот дела. Дорогие друзья, сейчас будет вот эта песня, она называется «Жена декабриста». Ну, кстати, вот «Жена декабриста» — это вот тоже песня символичная достаточно для сегодняшнего дня. Так уж, прямо скажем. Где-то между Бога в кармане, в смерти под платьем, Я смотрю на тебя, как похмельный художник на старом Арбате. Весь в препарате, торчу на своём препарате, Моя жизнь без тебя словно тёмные пятна на чёрном квадрате. Когда всё, что ты сделал, не больше, чем шутки за триста, Ты возвращаешься снова домой к жене декабриста. И летит лепесток, и к ногам осыпаются листья, Когда каждую осень ты едешь домой к жене декабриста. Жизни свойственны принципы трейлеров, кинопрокате. Две минуты, и ангелы в штатском стоят в изговорье кровати. А мы молимся, Господи, Господи, как ты не кстати, Хотя мир без тебя словно тёмные пятна на чёрном квадрате. И ты думал, что знал хорошо свою дозу артиста, Когда утро из клубов тебя забирала жена декабриста. И тебя позабудут как всех прозаично и быстро, Только что из того, пока помнит тебя жена декабриста. Моя жизнь как остывший эспрессо, и ты здесь, бариста. И когда я спою до конца своё артиста лависта, Я буду спокоен, пока меня ждёт жена декабриста. Жена декабриста, жена декабриста. Мы всегда возвращаемся к ним в Воронеже или в Борисполь. И когда я спою до конца своё артиста лависта, Я буду спокоен, пока меня ждёт. Я сегодня спокоен, пока меня ждёт. Субтитры создавал DimaTorzok